Приезда нашей съемочной группы ждали всем 43-м домом по улице Врача Михайлова. Об этом свидетельствуют объявления, развешанные на подъездах. Люди устали и хотят достучаться через СМИ до власти. Да хоть до кого-нибудь. Кажется, что пятиэтажка собрала все коммунальные бытовые проблемы. Но самые болезненные точки – постоянный перебой с электричеством и водой. Куда бы только не обращались. Вот отчетность. Управляющая компания обратилась за отчетностью. Они нам предоставили вот такую отписку, так скажем. За период 01.01.20 по конец года акта о ненадлежащем исполнении либо некачественном предоставлении жилищно-коммунальных услуг отсутствует. То есть как будто жители не обращались, как будто не жаловались, ничего такого. Сейчас у дома нет управляющей компании, но жильцы не замечали, когда она была. С их слов, организации постоянно менялись. Последнее ГУК Заволжский район большинство обращений игнорировало. При очередном ЧП приходилось вызывать платных электриков или сантехников. Последний раз жители дома остались без света на прошлой неделе. Александра вместе с детьми проживает в 29-й квартире с 2010 года. Говорит, проблемы с электричеством были уже тогда. А в сентябре они чуть не сгорели. В собственной квартире общий щиток в подъезде замкнул. Тогда на помощь приехали пожарные. Мы провели ночь без света. На следующее утро мы начали все инстанции обзванивать. Все говорили, мы вашу просьбу приняли. Ожидайте ответа, ожидайте ответа. И с маленьким ребенком я двое суток и три дня сидела без света. И так они нашу проблему не решили. Электрический щиток из Криты замыкает до сих пор. Каждый из электриков при ремонте вставляет свои пять копеек. В прямом и переносном смысле. Видно то, что провода все висят, все в пыли. По многочисленным жалобам, что по телефону, управляющие компании «Нам электрика» вообще никак не находили. Если они вообще на телефон отвечали, могли послать. Висящие провода и пыль выходят за пределы щитка. Проходят по всем этажам вместе с гнилыми стенами и полами. И так во всех трех подъездах. Я не могу продать здесь квартиру уже вот сколько, потому что вот это выглядит, подъезд выглядит вот так. Люди заходят, смотрят. И некоторые говорят даже, я подниматься не стала, вы извините. Мне достаточно того, что я увидела. Хотя живу на третьем этаже. Вот заходит, разворачивается и уходит. А вот Наталья из третьего подъезда свою квартиру любит и продавать не хочет. Несмотря на состояние подъезда. Их парадная славится своим первым этажом с бесхозной квартирой под номером 157. Периодически она становится обителью для бездомных животных, крыс и бомжей. На данный момент здесь нашими усилиями мужчины повесили замочек вот на таком креплении. Если дверь открыть, то в этой квартире, я не знаю, в ней очень много лет никто не живет. Там свалка мебели, мусора, там жили кошки, коты. Всю прошлую зиму здесь собирались бомжи, алкоголики. Распивали здесь спиртные напитки, жили, скажем, здесь так. Вонь, конечно, из этой квартиры стояла невыносимая. Единственными, кто хоть как-то отзывается на просьбы жильцов в центр управления города. Но это как мертвому при парке. В 2020 году в пятиэтажке отремонтировали кровлю. Согласно ответу на запрос из городского управления ЖКХ, компремонт в ближайшие два года не запланирован. Однако по решению суда дом должны были отремонтировать еще в 2012 году. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.